добрый день и сегодня я для вас делаю обзор вот такого вот контроллера значит в комплекте идет сопротивление потом инструкция провода чтобы подсоединить сопротивлению также вот такой вот ключ это для коннектора солнечных панелей в описании под видео будет оглавление какой раздел с какой минуты начинается так что кому интересно можете посмотреть сейчас я вам покажу какой ток потребляет сопротивление которое шло в комплекте с данным контроллером для этого сейчас я его подключу к аккумулятору напряжением 12 вольт у нас получается значение тока это 10 с половиной ампер значит величина этого сопротивления составляет в размере 1 ома а теперь переходим непосредственно к самому контроллеру так по заявленной мощности ну вот я такой убрал здесь написано от 0 до 1500 ватт ветер и от 0 до 1500 ватт солнца напряжение я выбирал 1224 вольта это автоматическое определение и того тут интересно заявлено якобы 3000 ватт вот еще давайте ближе поднесу на самом деле конечно он такую мощность не выдержит исходя из его размеров для моего ветряка мощностью 500 ватт я думаю его будет достаточно сейчас подключим к аккумулятору посмотрим что вообще подказывает этот контроллер нажимая вот эти вот кнопки up или down мы можем смотреть значит выбирать то что нас интересует на данный момент вот например напряжение вот это я не знаю что это так вот эта температура он показывает которую внутри дома далее ну это мощность нагрузки так вот это значение по ветру напряжение мощность теперь у нас пошли видите значение по солнцу так как он меня не подключен сейчас не к панели мне критику соответственно он ничего этого не показывает давайте сейчас доведем до напряжения все довели до напряжения теперь значит как этот контроллер настраивается очень интересное значение тут имеет кнопка escape давайте попробуем нажать на нее и подержать 3 секунды видите видите вот тут у нас появились вместо английских букв илоглифы китайские также сейчас вот нажмем опять вот эту кнопку escape и подержим 3 секунды вот теперь опять появились английские буквы далее переходим непосредственно настройки параметров для этого вот видите вот эта кнопочка белая enter мы ее нажимаем и держим 3 секунды все видите мы выбираем сейчас вот предлагается выбрать систему я выбрал 12 вольт можно также 24 видите выбрать можно сделать автоматический выбор но я рекомендую все таки если например у вас система 12 вольт то выбрать систему 12 вольт так дальше нажимаем опять enter вот значение b0 это у нас означает что напряжение заряда аккумулятора окончательно выставляется пользователем с помощью кнопки об нет еще она об давайте-ка вот светла у защита по низкому напряжению но это знаете это касается только для нагрузки который подключается контролем дальше идет значение какие с этой лаву тоже это наверное нет с этого напряжение восстановления так вот 14 вольт это вот настройка максимального значения который будет пропускать контроллер к аккумулятору давайте попробуем сейчас изменить его так можно 14 1 поставить нажимая кнопку up 14 этого сколько интересно максимум то будет эти аж до 15 6 ну такого напряжения конечно не бывает для 12 вольтовой системы до максимального напряжения заряда так давайте опустим до 14 значения ну вот я так решил объясню может быть следующих видео так и что нам это значение подтвердить нажимаем на кнопку enter и держим 3 секунды все значение выбралось и так у нас выбирается все другие значения настроек то есть я вам показал принципу конечно так как эти версии контроллеров могут немного отличаться соответственно и настройки ваших контролеров тоже могут иметь другие значения могут немножко по-другому настраиваться думаю что принцип у всех будет приблизительно такой же вот такое было сегодня видео на этом сегодня все прощаюсь пока